Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Артём Тупичкин. Сегодня вы увидите Заседание коллегии Министерства экологии Республики Татарстан. Как отдыхают студенты Елабужского института КФУ. Что покажут и о чем расскажут Музеи Казанского Федерального университета для их посетителей. В Татарстане в 2018 году на целевые мероприятия в области охраны окружающей среды было направлено более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экологии природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков. На расширенном заседании итоговой коллегии Министерства экологии природных ресурсов. Подробности в нашем сюжете. 1 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Министерства экологии и природных ресурсов и управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Республики Татарстан. Участники заседания обсудили итоги работы ведомств в 2018 год и определили приоритетные задачи на 2019 год. В работе принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Перед обсуждением достижений и проблем в области экологии участники коллегии демонстрировали научные прорывы. Так ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал об успешных разработках Института экологии и природопользования, выполняемые в тандеме с другими институтами Альма-Матер. Научный сотрудник OpenLab Гены и Клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Резванов рассказал, что на данный момент университет ведет разработку препарата для регенерации травм у снежных барсов. Объем налоговых отчислений Татарстана на добычу углеводородного сырья в федеральный бюджет по итогам 2018 года превысит 358 миллиардов рублей. Главное природное богатство Татарстана это нефть. В 2018 году нефтяными компаниями добыты более 36 миллионов тонн. Нефти из них основная доля приходится напаутать нефть. Планируемый объем поступления в федеральный бюджет налогов на добычу углеводородного сырья составит более 358 миллиардов рублей. В ходе заседания не обошлось и без тему утилизации мусора в городах-миллионниках. Это мировая практика. Мы это видели сами за границей. Организовали поездки в Европу. Завод, который мы будем строить, конечно же, будет международная экспертиза. Это будут самые последние технологические решения будут использованы. Тема экологии, безусловно, остается особо важной для жителей республики Татарстан и ее благополучия. Диана Шилова, Александр Юдин, Универньюс. Студенты в Елабуге не тратят время впустую и укрепляют свое здоровье. Как они проводят время в лагере «Буревестник» расскажем в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ студенты всех факультетов имеют возможность покататься на лыжах и провести время в веселой и дружной компании. Именно для этого организован оздоровительный лагерь «Буревестник». Ведь зимние каникулы для студентов – это хорошая возможность перевести дух и восполнить силы перед новым учебным семестром. Мне очень понравилось. Я долго думала, стоит ли ехать, так как каникулы, хочется отдыхать дома. Но приехать сюда, я поняла то, что лучше леса и воздуха нет ничего. И тем более с такой лыжной базой и такими крутыми лыжами. Очень все понравилось. Спасибо. Впечатления только положительные. Это позволяет еще больше нам узнавать друг друга. Мы становимся сплоченнее, узнаем новых людей. И это круто. Возможность провести время с пользой для души и тела в сказочной атмосфере зимнего леса все еще есть. Оздоровительный лагерь «Буревестник» и лыжная база будут непрерывно функционировать на протяжении всех зимних каникул. Камиль Гемоздинов, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. 8 и 9 февраля музеи КФУ проведут акцию «Университетские музеи детям». Вход на мероприятие осуществляется по предварительной записи. Подробности мы расскажем в следующем сюжете. Ко дню российской науки музеи Казанского университета выступили с инициативой провести акцию «Университетские музеи детям». В Казанском университете и его филиалах находятся 11 музеев. Только в Казани находятся 8 музеев, 7 из которых имеют постоянные экспозиции. А значит, здесь могут проводиться лекции, тематические экскурсии, занятия и мастер-классы. 8 и 9 февраля эти мероприятия будут бесплатны. Ну, например, занятия в музее Казанской химической школе. Химия ароматов, о чем молчат чернила, они тесно связаны с именами ученых Казанского университета. Николай Николаевичем Зининым, открывшим искусственный краситель «Анилин», и Бутлеровым, диссертация которого была посвящена эфирным маслам. То есть на этих занятиях ребята не только узнают про ученых, но и сами что-то изготовят, в одном случае чернила, в другом случае это будут масла, и унесут их с собой. Занятия могут посетить родители вместе с детьми от 6 лет и старше. В этнографическом музее, например, пройдут занятия о верованиях и занятия, посвященные великим географическим открытиям. Ведь большинство музеев университета и их коллекция сложилась благодаря экспедициям, в которых принимали участие ученые университета. Специфика университетских музеев в том, что здесь работают специалисты, которые доступным языком могут рассказать о том удивительном собрании, которое хранится в музеях КФУ. У нас этнографический музей, и, конечно, в центре всего находится человек с его этнокультурными особенностями. И поэтому мы хотели, чтобы наши мероприятия были разными, и для каждого мероприятия нашелся свой заинтересованный зритель. Университетские музеи, безусловно, место, куда интересно возвращаться в любом возрасте. Мы хотим, чтобы наши посетители смогли познакомиться с культурой таких далеких для России, частей мира, допустим, как Австралия и Океания. Узнать, где все-таки живут кенгуру, и как живут люди рядом с кенгуру. Мы посмотрели и более детально изучили культуру более близких к нам этнических областей, таких как, допустим, Центральная Азия. Кто такие кочевники? И что для них значит кочевать? В этом году готовится насыщенная программа экскурсии по музеям Казанского федерального университета. А в музее истории, об этом хочется отдельно рассказать, мы презентуем новый проект. Он называется «В чайный путь с Казанским университетом». Его научным консультантом, руководителем является сотрудник университета, кандидат исторических наук Руслан Аркадьевич Бушков. И такая первая встреча пройдет 8 февраля здесь, в музее истории. Подробно ознакомиться с программой мероприятий и акций можно на официальном сайте Казанского федерального университета. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Можно ли ликвидировать последствия стихийных бедствий в кратчайшие сроки? А что если на помощь людям придут роботы? Команда Высшей школы ИТИСКФУ разрабатывает роботизированную информационную систему по ликвидации последствий стихийных бедствий. Подробности далее. Команда лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Высшей школы ИТИСКФУ выиграла международный грант совместно с известными лабораториями из Японии и Таиланда. Сумма гранта составила 12 миллионов рублей. Под руководством профессора Евгения Магида в течение трех лет будет реализовываться проект на тему информационной системы управления чрезвычайными ситуациями в зонах наводнений и оползней при помощи распределенной гетерогенной группы роботов. Проще говоря, роботы смогут помогать в поисково-спасательных операциях. Мы разрабатываем информационную систему для помощи поисково-спасательных операций, которая будет осуществляться с использованием роботехнических средств, в том числе наземные роботы, беспилотные катеры, беспилотные подводные аппараты, беспилотные летательные аппараты и так далее. Основной целью проекта является разработка и апробация прототипа информационной системы, которая сможет ликвидировать стихийные бедствия. Управлять роботами можно при помощи телеоперации, то есть робота запускают в зону катастрофы, а оператор находится в безопасном месте и наблюдает за его движениями. Также имеется и автономное управление, когда робот сам выполняет необходимую работу, а затем его забирают с определенного места. Сегодня у нас автоматизирована функция возврата робота в случае потери связи с оператором-управляющим. Это очень важная функция для поисково-спасательных операций, потому что часто мы теряем связь с роботом и в таком случае просто происходит потеря дорогостоящего оборудования. Три страны, участвующие в выполнении проекта – Российская Федерация, Таиланд и Япония. Периодически они находятся в зоне риска наводнений и оползней, вызванных проливными дождями и быстрым таянием больших объемов снежного покрова. Разработка такой роботизированной информационной системы позволяет повысить эффективность и скорость устранения последствий стихийных бедствий. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Отслеживайте нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго.